На развитие здравоохранения Чувашии в этом году будет направлено 18 миллиардов рублей. Это рекордная сумма. Деньги пойдут на ремонт детских поликлиник, на строительство новых ФАПов, на приобретение передвижных медицинских комплексов. Повышение качества жизни населения в приоритете у федеральных и республиканских властей. Сегодня после капитального ремонта в Новочебоксарске открылось хирургическое отделение городской больницы. Для пациентов комфорт, для врачей удобство. Светлые, теплые, уютные палаты, отремонтированные коридоры, новая мебель. Такое ощущение, что от прежнего хирургического отделения Новочебоксарской больницы остались только врачи. Отделение рассчитано на 50 коек. Отделение будет оказывать помощь в полном объеме, в том числе все экстренные операции, полостные операции. Мы рады, что наши пациенты будут получать помощь в комфортных, вы сами видите, в прекрасных условиях. Ежегодно они делают более тысячи операций, экстренные и плановые. Обращаются в эту хирургию не только жители Новочебоксарска, но и Козловского, Марпасадского и других районов республики. Очень приятно видеть, что теперь персонал хирургического отделения будет работать в таких комфортных условиях. Хорошо, что выделили средства на капитальный ремонт. Это будет и для пациентов хорошо. Создались комфортные условия. Они будут находиться в светлых, теплых, чистых помещениях. Спасибо большое. Отделение давно уже нуждалось в капитальном ремонте. В таких масштабах здание не обновлялось с момента строительства. Новая система отопления, освещения, вентиляции, заново отштукатуренные стены, потолки, обновленные полы, современные окна. Больше 30 миллионов рублей понадобилось на все работы. Деньги были выделены из республиканского бюджета в 2017 году. В течение 5 лет все учреждения здравоохранения Чаразской республики должны быть отремонтированы. Ну и Владимир Владимирович Путин обозначил, в течение 3 лет все детские лечебно-профилактические учреждения должны быть отремонтированы. Ремонт в Новочебоксарской городской больнице продолжится. Теперь в терапевтическом отделении. Кроме этого, в городе Химиков в этом году отремонтируют 2-й, 3-й, 4-й этажи детской поликлиники. Деньги на это уже выделены. Напомним, первый этаж был обновлен еще в 2015-м. Деньги на это уже выделены.